Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Макс, и сегодня у нас будет очередной обжор на продукцию McDonald's, как ни странно. Что же у нас внутри? А внутри у нас чикен-декон с медово-горчичным соусом. Вот такая вот новинка в McDonald's осеннее. Давайте посмотрим, что у нее внутри. Открываем коробочку, прошу заметить, она без каких-либо надписей, потому что временное предложение. Внутри мы видим салфеточку, которая очень классная, и мне она очень нравится. И сразу выпадают листья салата, как в биртеисте, но это хорошо. Сверху мы видим квадратную булочку с кунжутом, поднимаем ее и видим очень много листьев салата. Две полоски бекона, соус вот этот вот медово-горчичный и куриную котлету, под которой ничего не находится. Ну что ж, давайте попробуем, что это такое. Желаю приятного аппетита всем, кто кушает. Я обожаю бургеры, где есть бекон, потому что первый вкус, и сразу чувствуется бекон. На соус вообще ничего не чувствуется. Очень сухой бульвер. Помимо того, что тут много листьев салата, очень сухой придется запивать. Уже соус появился, но не очень вкусный он будет, обыкновенный. Похоже на обычный мак-чикен, только без бекона и с каким-то другим соусом. Обязательно в салфетке. В целом неплохо. Булочка мягкая. Куриная котлетка тоже вкусная, потому что говяжая уже надоела. Но бекон в бургерах это просто невероятно. Это делает его сочным, нажористым. Вообще, соуса тут откровенно скажу вам мало. Его вообще почти не чувствуется. Вся сочность в котлетке и в листях салата. Вот так вот бургер выглядит в разделе. Как вы можете увидеть, куриная котлета, много листей салата. И мало видно соус, потому что его тут действительно мало. Вот сейчас соусом нормально было. Мне раздражает, что они не распределяют по всей булочке. В котлетке, потому что это неравномерно. Я кусаю первый вкус, вообще был сухой. Пришлось запить колой. А последний, наоборот, сочный какой-то. Но, какая-то прожилка попалась куриная. Но в целом, довольно неплохо. И, кстати, стоит чикен пекон 50 гривен. Я считаю, что это дорого. Потому что он не сильно дает большой. В общем, Макдональд сильно подорожал. И я вообще думаю, не ходить туда больше. В Киев сильно, наверное, надо переходить. Потому что это реально дорого. Кстати, если кто-то не видел мое прошлое видео, это был челлендж Big Tasty, где я со своим братом ел, кто быстрее съест Big Tasty. Если кто-то не видел, посмотрите, ссылка в описании. Или вот тут вот, классните, и вы посмотрите. Это очень крутой видос. И, ребята, кто уже видел, напишите новые идеи для челленджа в комментариях. Мы обязательно снимем что-то новое. Последнее. Ну что ж, у меня какие-то смешанные чувства, ребята. Потому что вроде-то это и вкусно, но вроде это что-то обычное. Откровенно, по цене это очень дорого. И я не считаю, что этот бургер стоит 50 гривен. Вообще, все позиции сейчас в Макдональдсе очень дорогие. Да, тут есть бекон, да, тут есть соус, которого мало очень. Листья салата, но, опять же, бургер сухой. Соус не на всей котлетке. Приходится запивать. Листья салата выпадают, остаются в коробке. Но сочная куриная котлета и полоски бекона, это, если вы любите, то берите и попробуйте. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал обязательно, чтобы не пропускать новые. Пишите, на что сделать следующий обзор, потому что это зависит только от вас. Голосуйте, переходите в мою группу, смотрите и голосуйте. Всем спасибо за просмотр, всем пока! А да, чуть не забыл, кто посмотрел челлендж, то вы помните, что мы с Богданом играли на желание. И он уже в процессе. И снимает 10 людей, которые должны сказаться, чтобы вы подписывались на мой канал. Так что не пропускайте, следите за каналом, и скоро этот витос уже будет у меня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok